Это сейчас ученики лесногородской школы занимаются в просторных классах и гуляют по широким коридорам. А еще пару лет назад уроки здесь шли даже в учительской, потому что места катастрофически не хватало. Сроки сдачи нового здания образователям учреждения постоянно переносились из-за финансовых проблем застройщика. Мы нашли деньги и сами без застройщика доделали школу. Это было непросто, но мы свое обещание сдержали. И теперь это одна из лучших по оснащению школ в Одинцовском районе. Это наша гордость. Ранее в 2014 году были построены школы в Трехгорке и в 9 микрорайоне города Одинцова. В общей сложности за 4 года удалось создать более 3000 дополнительных ученических мест. Но этого пока недостаточно. Для улучшения условий обучения, а также для ликвидации второй смены останавливаться на достигнутом нельзя. Даю поручение нашему строительному блоку в этом году начать строительство школы на улице Чистяковой в Новой Трехгорке. Мы уже подобрали участок, уже есть прошедший экспертизу проект. И новая школа, которая появится в этом микрорайоне, будет рассчитана на 1350 мест. Это значительно разгрузит образовательные учреждения, находящиеся в этом районе. Второе поручение – сделать проект новой школы в поселке Горки-Вторые и заявиться в государственную программу на субфинансирование. Подходящий земельный участок у нас также уже сформирован. Осталось нашему строительному блоку отпроектировать данный объект, пройти экспертизу и заявиться в программу на субфинансирование. Увеличилось за последнее время и число дошкольных образовательных учреждений. 19 детских садов распахнули свои двери для юных жителей Одинцовского района. В частности, три на территории жилого комплекса «Гусарская баллада», один в Заречье. 1 июня по плану должно начать свою работу дошкольные учреждения в Одинбурге. Второе поручение строительному блоку в рамках детских садов и учебных заведений – ускорить строительство садика в Горках-десятых. Его мы должны были сдать в первом квартале 2019 года, но я уверен, что есть силы, возможности и у подрядной организации, и нашего строительного блока завершить эти работы до 1 декабря 2018 года. Третье поручение – найти средства и правовые механизмы, чтобы достроить детский сад К-2 в «Гусарской балладе». У нас еще один есть детский садик, брошенный также, в степени готовности порядка 35-40%. Надо найти в себе силы, правовые механизмы и достроить его в этом году. Раньше ждать своей очереди пациентам второй поликлиники приходилось в узких коридорах на первом этаже жилого здания, а врачи посменно работали в одном кабинете. На день города Одинцовцы получили долгожданный подарок – открылся филиал медицинского учреждения. В поликлинике ведут прием узкие специалисты – урологи, эндокринологи, кардиологи, а также врачи-онкологи, которых могут посещать жители со всего района. Борьба с онкологией остается одним из приоритетов в развитии здравоохранения нашего района. В начале лета на улице Бирюзова-Водинцова была открыта аптека, в которой льготники, в том числе и онкобольные, могут получить необходимые лекарства, за которыми раньше приходилось ездить в Дедовск. Всего же за четыре года в Одинцовском районе открыли 23 государственные аптеки. В 2017 году мы закончили ремонты в амбулаториях лесного городка Ершова, поселке Горки-10, а также в поликлиниках больших везем старого городка, в Кожвен-Диспансере, в Голицыно и в трех объектах Водинцова. Это наша поликлиника на улице Маковского, детская поликлиника на Комсомольской и наш неврологический диспансер. Хорошая новость для пациентов Одинцовской центральной больницы – в этом году начнется строительство нового корпуса. Это позволит разгрузить медучреждения и повысить качество обслуживания. В новую поликлинику заедут травмпункт, терапевтическое отделение, эндоскопическое, хирургическое отделение, кабинеты УЗИ, узких специалистов и лаборатория. Мы сможем создать на базе ЦРБ полноценное стоматологическое отделение. За четыре года увеличился и штат медицинских работников, врачей и сестер. Во многом этого удалось добиться благодаря выделению им служебного жилья. В будущем эта работа будет продолжена. Образование и медицина – два ключевых направления, развитие которых в Одинцовском районе всегда будет в приоритете. Евгения Августина, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.